здравствуйте друзья все сегодня хочу поговорить на такую тему как часто нужно поливать ваши растения которые вы выращиваете в помещении особенно растения уличные которые вы выращиваете из семян то есть такие как мета секвой а и различные другие растения также и про черенки винограда укорененные про черенки инжира и все все растения в принципе уличные которые должны расти на улице и все растения которые должны расти на улице которые вы укореняете в доме как часто их нужно поливать особенно молодые растения скажем так чтобы не было черной ножки чтобы растение хорошо приживались хорошо до весны дожили чтобы перейти уже расти на улицу на улице естественно условия получше для растений несмотря на то что бывают резкие скачки температур но там своя влажность ветерок и так далее хищники которые уничтожают каких-то насекомых вредителей и так далее поэтому в открытом грунте все равно растениям в открытом грунте либо на свежем воздухе в тех же контейнерах растение себя чувствует лучше в общем хочу сегодня осветить такую тему у меня очень много тоже вопросов раньше когда я только начал заниматься возникало по поводу как как часто надо поливать растения а вдруг я не нет недостаточно часто полью а вдруг они погибнут а вдруг они засохнут и так далее смотрите какой момент если вы хотите чтобы ваши растения хорошо себя чувствовали и дожили до весны необходимо их поливать смотрите я свои растения поливаю есть у меня растения которые поливают через день но полив надо осуществлять прям такой вот сильный полив то есть вы хорошенько пролили но частый полив используем только в случае если вы выращиваете в торфе просто в торфе так как торф быстро высыхает моментально как бы его попалили и он моментально практически очень быстро высыхает это не говорим про огородную землю и так далее и вообще я если честно не советовал бы вам в помещении ваши черенки и сеянцы и так далее выращивать в огородной земле так как в огородной земле очень много различных патогенных микроорганизмов которые не нужны от этого идет и черная ножка и так далее и тому подобное в в покупной земле все равно как бы меньше этого всего особенно если вы покупаете выращиваете семена в торфе до в торфе нету достаточно питания вы можете просто во время полива добавлять туда удобрения какие-то гуматы или какие-то биогумус и так далее этого вполне достаточно будет опрыскивать эти растения корневин и пин циркон и так далее этого тоже достаточно вполне для молодых сеянцев то есть можно поливать вот этим им этого достаточно до весны они спокойно переживут смотрите какой момент очень многие считают что нужно поливать часто так как они поливают нет небольшим количеством но часто я вам скажу так делать нельзя так как вы в этом случае на сто процентов получите черную ножку и все ваши сеянцы ну не всем возможно но большое количество сеянцев вы погубите просто потеряете я как делаю полив свой я в пульвизатор набираю воды и вот этой водой в воду отстаиваю в помещении в 5 литровые бутылки от воды наливаю отстаиваю в помещении затем эти 5 литровые баклажки я оставляю на втором этаже там же где у меня находятся все из мои сеянцы оставляя она приобретает той же температуры воду то есть за ночь скажем так как и у меня на втором этаже потом я наливаю в пульвизатор и этим самым обрабатываю но не обрабатывает опрыскиваю и то есть это создает определенную влажность на хвои растения и также это влага попадает в грунт но нужно опрыскивать тщательно для того чтобы не смочить не только верхнюю часть грунта а чтобы хотя бы на два сантиметра ушло туда в глубь потому что у меня в прошлом году может до прошлым или позапрошлом году была такая ситуация что полив осуществлял всех своих сеянцев пульвизатором у меня стояли первые первая часть черенков винограда который укоренилась стояли тоже там рядышком я тоже стал параллельно поливал эти черенки винограда тоже вот этим пульвизатором сеянцы мои у них корни не такие глубокие то есть двух сантиметров если промочиться ком им достаточно для виноградных черенков у них корни начинаются только на пятки и двух сантиметров и мне достаточно то есть верхушка всегда у меня была влажная корни где молодые у меня появились они просто засохли и саженец погибли я не мог понять от чего такое произошло и только после того как я вытащил эти черенки я понял что верхние два сантиметра слоя у меня были влажные всегда они а внизу там где корни просто сухая сухой торф вот и все вот от этого погибают растения поэтому лучше вы поливайте часто если есть возможность у вас такая есть поддоны наливая поливайте через поддоны то есть вот можете от один раз полить сверху следующий раз когда вы полив хотите осуществить полить через поддон то есть наливаете в поддон воду выставляете ваши горшочки в этом поддоне они сами напитываются сколько надо лишняя влага которая в поддоне вы ее просто сливаете в другое место не оставляете на сутки или больше на час или на полчаса поставили растение напитались все убрали остаток воды весь убрали этого достаточно таким способом допустим саженцы винограда я поливал раз где-то в четыре в пять дней раз в пять дней вот так некоторые даже я поливал раз в неделю свои саженцы вот таким способом вот сеянцы естественно когда мы промачиваем нам необходимо чтобы сеянцы быстро быстро всходили допустим они не частью вас зашла часть еще не взошла то это лучше делать это опрыскиванием особенно семена если мелкие типа как мета секвой а секвой дендром там криптомерия и так далее делаем опрыскиванием чтобы постоянно была влажная верхняя часть там где лежат семена чтобы сам зародыш семени не погиб если вы не делаете тепличку я не сторонник делать теплички так как в этой теплички моментально образуются ноги за по крайней мере у меня у других возможно и такой проблемы нет у меня сразу образуется грибковые заболевания черная ножка и так далее просто подкашивает эти растения и сотни остается там единицы скажем так этих растений на выходе поэтому я мужик для себя пришел лучше я буду чаще их опрыскивать то есть хотя бы стабильно раз в день буду их опрыскивать то есть наверху будет влажная почва но они естественным путем будут просыхать проветриваться чем допустим я буду держать под парником где постоянно постоянно влажность в другой способ вы можете держать ваши семена под таким парником только до всхода в ваших семян то есть когда вы увидели что семена начали сходить парничок убираете то есть увидели там два три четыре семечка уже начали сходить все вы убираете парничок просто периодически поливаете все когда вы уже увидите что дружненько у вас зашли все ваши сеянцы то старайтесь просто их не переливать очень сильно часто вы как проверить нужен полив растениями или не нужен вы берете палец засовываете в землю ну где-то на глубину сантиметра двух если земля влажная то растению достаточно особенно сеянцам у них в первую ну в первые дни жизни скажем так корни не такие глубокие то есть там ну корни если уйду там на четыре сантиметра там миссии у месячного до растения сеянца какого-то то ничего страшного вот если вы видите что у вас начинается черная ножка или еще что-то в этом роде значит вам у вас недостаточно проветривается проветриваемость вот ваших сеянцев я бы вам порекомендовал обработать это все либо марганцовкой либо перекисью обработать либо каким-то фитоспорин я не знаю все люди так хвалят этот фитоспорин сколько раз я не использовал этот фитоспорин и на виноградники и на других культурах не знаю мне по крайней мере ни разу эффекта я никакого положительного от фитоспорина не увидел допустим от марганцовки эффект сразу виден от перекиси эффект виден от фитоспорина я эффекта не увидел несколько раз я пробовал не знаю кому нравится кто видит эффект делайте фитоспорином вот и другой способ увидели что пошли грибковые заболевания какие-то эти самые это недостаточно проветриваемость снижаем уровень полива но также следим чтобы земля не было не пересохла если земля пересохнет корни пересохнут растение у вас погибнет то есть снижаем количество поливов то есть поливали если мы через день то поливаем через два дня если видим вот такая ситуация можно сделать еще какой способ поставить вентилятор обычный вентилятор и направить просто на растение включать хотя бы там я не за на полчаса в день это будет как бы ветерок ветерок все равно как бы от всех вот этих грибковых заболеваний от сильной влажности на корневой шейке так далее быстрее будет просыхать быстрее будет растение лучше себя чувствовать поэтому можно использовать его такой способ вот но основное это когда уже у вас сеянцы большие допустим если плошка у вас в которой посеяны они допустим там глубина не более 10 сантиметров 5 сантиметров до глубина плошки ваши в которой они посеяны внизу должны быть обязательно отверстия вы эту плошку можете ставить на какой-то поддон и поливать уже через поддон когда вашим сеянцам допустим уже исполнится месяц например да уже корни могут спокойно снизу брать эту влагу и все это весны вы в общих вот этих ваших ящиках выдерживаете в помещении и уже ваши сеянцы вы можете поставить уже когда в мае месяце где-то вынести в начале мая вынести их на улицу я иногда свои сеянцы выношу раньше есть но если смотрю за погодой то есть главное чтобы минусовой температуры не было то есть в апреле можно выносить ну лучше конечно в начале мая раньше даже даже не выносить вот лучше если вы хотите быстрее акклиматизировать их к вашему климат ну как к улице да то просто открываете форточки у вас стоят они на подоконнике на полу где-то там на столах там где стоят ваши сеянцы когда хорошая погода солнышко светит открываете окна и все и они с открытыми окнами стоят сначала час-два потом там можете открыть солнышко когда там на полдня и так далее потихоньку-потихоньку они у вас акклиматизируется к улице и вы спокойно их можете вынести они практически стресса и особо сильного не испытают то есть уже будут они привыкшие и к ветру и привыкшие к солнцу и к перепаду температуры и так далее то есть ну вот так вот так вот таким способом а уже в конце перед тем как вынести на улицу ваши сеянцы вам нужно будет просто открыть форточкой либо о окном и чтоб еще и ночью они у вас постояли как бы под открытым то есть ветер холод вот это все и только после этого посмотреть как они себя чувствуют есть пару дней вот так уже последних сделать так если все нормально то вынести их уже на улицу то есть вот таким способом обычно проводится вот именно акклиматизация даже не акклиматизация да скажем так к улице с дома мы выносим на улицу на улице конечно таких проблем не бывает то есть если есть у вас возможность часть семян который не требует стратификации такие мелкие допустим там это секвой секвой дендрона криптомерия там кипарисы кунингами и так далее их мы высеваем сразу в ящички и ставим на улицу то есть весной но желательно это не делать в марте это лучше сделать в апреле ближе к концу апреля чтобы миновали возвратные заморозки те растения которые необходимы которым необходима стратификация то есть там допустим кедру гималайскому там месяц или два месяца нужно там атласскому ливанскому нужно стратификация там небольшая ну как бы пару месяцев желательно месяц-два желательно провести стратификацию такие кедры вы можете посеять феврале посеете вытащить на улицу достаточно будет марта и достаточно будет апреля апреля они у вас зайдут вот я прошлом году сделал такую такую вот ошибку скажем так один год я кедры свои гималайские ливанские атласки я покупал я высевал осенью их после покупки где-то в ноябре наверно в декабре месяце высевал в горшочке каждый отдельно и выставлял на улицу на улице они всю зиму находились и весной ранее они начинали всходить обычно они начинают сходить феврале месяце когда вот и идут теплые погоды они начинают просто всходить и как чай и часто как бывает у нас и в конце февраля либо в начале марта стукают морозы минус 3 минус 5 вполне достаточно чтобы вот эти молодые сеянцы кедр гималайского просто уничтожила то есть вот так вот такая ситуация у меня была в прошлом году в позапрошлом году мне повезло потому что вот таких сильных морозов не было и кедры все практически сто процентов у меня выжили а в прошлом году я также посеял поставил феврале первых числах скажем так февраля может до 15 числа они у меня взошли все к клёны японские у меня взошли много много разных других растений то есть стратификация закончилась у каждого растения определенный срок стратификации стратификация закончилась все пошло потепление растения начала стартанул начал расти и японские дубы повсходили вечно зеленые куча там других растений все стартанули начали расти минус 6 потом стукнула температуру минус ночью но у меня вполне возможно было чуть теплее у меня участок весь закрытый со всех сторон но все-таки даже минус 5 этого этого достаточно было из всех кедров у меня остался выжил один хотя было там около сотни один выжил мета секвой а у меня выжила одна вот ну это мета секвой она в 1 выжила пошли этом семена были не очень хорошие они пересушены были и из этих самых клёнов клёны дружненько все взошли японские пальмолистные были краснолистные были клёны много было всяких клёнов у меня из всех они все дружненько взошли феврале месяце просто красота а потом выступнул мороз и это все убило из клёнов по-моему у меня остался один или два штуки всего клёна такие хило 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 такие живущие вот поэтому за стратификации наблюдайте смотрите не всегда очень хорошо вот так вот делать что посеяли убрали на улицу да это классно я в этом году сделал точно так же я стараюсь не заморачиваться с этими делами я и секвой посеял так одну партию и очень много кедров и таксодий двурядные и много-много других растений я посеял точно так же под зиму посеял убрал на улицу в ящиках но момент какой я где-то феврале месяце к середине февраля когда я уже буду видеть что семена начинают сходить у меня появляться всходы я буду делать тепличку и убирать их туда в тепличку даже температура если на улице будет минус 6 в агроспаном просто сверху накрывать тепличку сделать дуги убирать в эту тепличку даже если температура на улице будет минус 6 градусов в тепличке будет плюсовая температура это уже проверено Даже если до нуля упадет, ничего страшного с сеянцами, с вашими не произойдет. То есть сеянцы спокойно выживут, спокойно дальше начнут расти и так далее. И что хочется отметить, вот от таких вот, у таких сеянцев больше шансов прижиться в нашем климате. Даже вот такие же кедры гималайские, которые, казалось бы, у нас в принципе не могут расти, потому что климаты не для них атласки и так далее. Но я видел, у нас здесь растет кедр атлаский, которому уже больше 15 лет, около 20 лет. Диаметр ствола, скажем так, ну сантиметров 30, наверное, точно, на дачах здесь. И знаю, люди рассказывали, что растут еще в других местах. Но этот кедр видел я лично. Там, где есть Тургеневский мост у нас, там есть дачи, там растет вот этот кедр. Высота его, наверное, около 10 метров, вот такой вот уже. Ну, может быть не 10, но метров 6 точно он в высоту есть. Вот, очень эффектное, классное дерево. Поэтому, в принципе, если вы ваши кедри и все остальное выращиваете в доме, они всходят в теплом помещении. Имейте в виду, что районированность у них будет к вашему климату минимальная. Если вы хотите выращивать районированные растения, вы должны их выращивать на улице. Пускай у вас из сотни выживет один, но он будет районированный к вашему климату. И вы уже с этого саженца будете брать маточный материал, то есть это будет как маточный материал у вас, с которого будете брать семена, с которого будете брать черенки и так далее. И выращивать из него таким же способом. И тогда это растение уже будет выдерживать и морозы лучше будет выдерживать, чем те же, которые выросли у вас в помещении. Ну, все, я надеюсь, понятно. Конечно, ушел немножко на другую тему, но я думаю, эта тема тоже будет полезна, потому что, когда я начинал, я об этом ни о чем не знал. Просто смотрел, ага, вот так вот семена упали, как в природе, упали, их засыпало листвой, там где-то что-то, и весной они взошли. Все, не нужно ничего там заморачиваться, в холодильниках держать. Я и держал, и семена на стратификации в холодильнике, потом высевал, по-разному делал, и дома сеял. Я делал, я всегда, когда что-то делаю, я делаю несколько способов. Впервые, когда я делаю, три способа, четыре способа, и смотрю, какой из этих способов наиболее лучший. И уже из этих вот, и который способ бывает лучшим, я его уже в дальнейшем использую. Вот, поэтому все эти семена, про полив не забывайте, что поливать обязательно надо. Если земля пересохнет, сеянцы все погибнут. Но и не заливайте. Спасибо за внимание. До свидания.